добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики зрители канала мы с вами на канале наш санкт-петербург добро пожаловать перед нами владимирский собор самом центре санкт-петербурга да красота такая здесь вот метро владимирская да тоже памятник архитектуры такой вид у нас солнышко правда попадает но я думаю что все равно это будет очень красиво да очень красивые дома старинная да тут кстати вот современное здание между старинными домами так она интересно вписалась очень красиво очень смотрите какие купола обалдеть вот они такие красота такая у нас сегодня 20 градусов или даже 21 мы с вами сейчас прогуляемся поговорим об очень интересном деле которая сейчас будоражит весь мир и она еще думаю много лет будет будоражить так же как смерть принцессы дианы аксессуары чехлы зарядки защитные стекла произошло исчезновение другой принцессы ну тоже у альской и тоже исчезновение там хоть было что-то понятно здесь вообще ничего не понятно здесь народу много сейчас пройдем хочу показать вам здание старинное смотрите прям палаты старинные интересно да тут сейчас торговые ряды все сплошь исторические памятники все любой домик возьми и это все будет архитектурная ценность такая прелесть везде вот смотри какая красота какая арочка да вот она вот так вот везде вот красота и возвращаемся значит принцессе уэльской кайт миддлтон сегодня я хотела продолжить видео которое прошлый раз снимала варис кайт миддлтон да ну посмотрели кто-то высказал там свои мнение так скажем да самое значит простое мнение это из всех мнений которые сейчас гуляет по великобритания это значит мнение что он 25 декабря 2023 года на вечеринке посвященный рождеству христову значит все были очень пьяный разгорелся какой-то якобы скандал и принц уильям в порыве значит ударил подсвечником по голове кейт миддлтон в результате чего она она значит нанес ей рану якобы она еще была жива до 28 числа а 28 числа она скончалась была вызвана скорая помощь полиция и что они зафиксировали вот эту дату поэтому принц уильям был единственный раз в больнице чтобы опознать тело и зафиксировать вот это вот событие вот ну тогда стали спрашивать люди как же он вступит в должность короля если он убийца оговоримся что это все предположения и слухи которые ходят по великобритании на что сам народ же отвечает что он же король ему все можно сейчас ее спрятали будут говорить что она больна а затем она не смогла вылечиться потому что рак неизлечимое такое заболевание и что она умерла возможно некоторых жителей это и устроит возможно но я думаю что слишком просто слишком просто все это слишком и почему я думаю что это слишком просто я объясню почему я так думаю вот смотрите была жива елизавета вторая И все было замечательно Она поддерживала Кейт Она приняла всех ее детей Хотя сейчас говорят, что Старший сын не принц У Элема И не имеет королевской крови Затем, значит Так, сейчас Сейчас откроется пешеходный переход Мы с вами пойдем Я показала вам пока Очень красивое здание Мы пришли на улицу По-моему, Марата Так вот Пока Была жива королева Елизавета II К сведению, что королева Елизавета Была не только королевой Великобритании А с 1964 года По 1974 год Она была королевой Мальты Получилось так Потому что там Было содружество Государств И вот в рамках содружества Королева Елизавета Была королевой Мальты Тогда В 1974 году Произошел, значит Это самое Такой вот Так скажем Перелом В истории Мальты Значит Она стала Не монаршим государством А республиканской Да И там Стала править Стал править Президент Вся власть Вся власть Пришла президенту Так вот Что я хотела сказать О Исчезновении Кэйт Миддлтон Правила Елизавета Вторая Она поддерживала Ее Приняла Всех ее детей Там Не будем сейчас Обговаривать Да Это дети Уильяма Или нет Они жили Одной семьей Говорят Что в 2007 году Они разводились Опять же Это только слухи Потому что Сила британской Короны Высока И В общем-то Елизавета Их помирила И Кэйт вернулась Возможно Что сейчас Произошел Такой же Случай Но что Кэйт Не захотела Простить в чем-то Уильяма И вернуться Это по моим Ну так Предположениям Так скажем Ну что Было делать Правящей Верхушке Они ведь Не могут Допустить Чтобы Так скажем Чтобы Королевская Их Наследник Королевский Чтобы он Был В чем-то Замешан Дискредитировать Их Как-то Никакое Даже Пятышко Не должно Приять Смотрите Как интересно Парабуз Я думаю Что это Главная Причина Чтобы Не Запятнать Королевскую Монархию Конечно Она Сама Не правит Но Кейт Миддлтон Давала Обещание Причем Письменное На законном Основании Что она Будет Участвовать Во всех Процессах Затрагивающих Королевское Семейство И тем более У нее Трое Детей Что Самое Интересное Самое Интересное Что Вместе С Кейт Миддлтон Пропали Ее Трое Детей Трое Понимаете Это ведь Не куклы Да Да И Кейт Миддлтон Не кукла Но Они Все Пропали Всей Семьей И Кейт И трое Детей Говорили Что кто-то Поехал Отдыхать Взял их С собой Отдыхать Да Что Перевели В другую Школу Что Они На домашнем Обучении Я думаю Что все Это не так Я Смотрю На Родителей Кейт Миддлтон Я понимаю Что Кейт Больше Нет Вместе С Кейт Убрали Ее Детей А сейчас Встали Так Вот сейчас Я вспоминаю Да Что В последнее Значит Время Когда Правила Королева Елизавета Вторая То Было Очень Много Хейта Против Кейт Миддлтон Что Она Там Что 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 Делала Да Что Она Там Что Что То В общем Какой-то Хейт Такой Что То Значит Она Какая-то Не так Выглядит То Еще Что То Вот Ну Вот Такое Вот Что То Было Да Я Сейчас Уже Точно Не Помню Честно Говоря Я Даже Не Придавала Этому Значения Вот Недавно Я узнала Что Супруга Гарри Меган Маркл Да Что Она Оказывается Хейтом Занималась До такой Степени Что Она Организовывала Какие-то Группы Проживающие В Нигерии Да И платила Им Деньги Для того Чтобы Они Писали Гадости Принцессе Уэльской Это Конечно Все Отвратительно Но Это Было Это Было И Я Помню Что Об этом Упоминали Блогеры И Об этом Упоминала Сама Кейт Говорила Что Есть Негативные Но Много И положительных Отзывов То есть Ее Хейтили Уже Очень Давно Кто-то Подбирался Для того Чтобы Узурпировать Какую-то Власть Как Это Будет Делаться Мы Не Знаем Делаться 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 Сегодня очень много народу, машин, и мне сложно снимать, но я всё-таки доведу уже до конца. Я ещё хотела такой вопрос поднять. Почему 29 февраля вдруг объявили, что застрелился Том Кенсингтон? Это он был женат, это значит ловелас такой, который был женат на сестре короля младшей, да? То есть он это тоже монаршая особа. Дело-то в том, что он был таким ловеласом, и когда-то, говорят, встречался в скейт, и, возможно, посчитал, что нужно как-то её защитить, возможно. Потому что тот вид самоубийства, который он избрал, якобы он был у них в воскресенье, у родителей, да? И они ходили на ланч, потом гуляли, а потом его нашли во флигеле с прострельной головой, причём на затылке рана. И вперёд пошёл. Да, каким-то образом, интересно, он мог покончить же самоубийством, ранив себя в затылок. Мне кажется, это вообще невозможно. Да и почему успешный человек, да? Он был и дипломатическим сотрудником, да, от Великобритании, он носил титул определённый, да? Он имел финансы, у него родители имели только особняк за 3 миллиона фунтов стерлингов в прекраснейшем районе Лондона. Почему такой человек? Я думаю, что это связано как-то с Кейтс Миддлтон, что он хотел как-то защитить её. Или либо, либо что-то знал, либо что-то очень важное знал и отказывался молчать. Как вы знаете, что столько они устранили особ королевской семьи, что им ничего не стоило устранить и Тома Кеннигстона. Таким образом вот решаются вопросы. Как вот мы думаем в современном мире, да? На виду у всех пропала принцесса Уэльская, жена будущего короля, наследника, престола наследника, с тремя детьми. И просто удивительно. Я думаю, что не один раз мы ещё будем это вспоминать и обсуждать. Вот, мы с вами находимся в центре, на улице Марата. Я сегодня постаралась максимально показать вам эту улицу. Очень много старинных домов. Это очень старинные дома. Пишите, дорогие, что вы думаете. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале НашСанкт-Петербург. Всем пока-пока. Всем пока-пока.